Так вот, я на центральной площади Алушты. Здесь у них, наверное, горсовет. Да. А суд вон там, вот за этим домом. Его обойти и вниз спуститься. Как я люблю Крым. Я люблю практически все города Крыма. Особенно и БК, и Симферополь люблю. Это вот все мое. Никакой за границей не надо. Никакой Америки. Ничего. Вот кроме Крыма ничего не надо. Так, сейчас я где-нибудь посижу в какой-нибудь кафешке. Но что еще рано, суд в три часа будет. Суд тут рядом, недалеко. Потом пойду. Грибоедов Александр Сергеевич. Но его, в общем-то, очень легко узнать. По профилю. Издалека видно, что Грибоедов. Да, он здесь бывал. Вот малоэтажное строительство, это хорошо. Горы видно, какие-то панораму видно какую-то. А когда понастроят этих многоэтажек, то каменные джунгли ничего не видать. Так, вот я, можно сказать, зря съездила в Алушту, потому что суд в закрытом режиме. Ну, раз уж приехала я в Алушту, то хотя бы погулять. Суд в закрытом режиме. Пойду схожу в музей, в Краеведческий. А вот знаменитая библиотека. Где томились члены первого советского правительства. Вот в подвале этой библиотеки. А в этом читальном зале отдыхал Сталин. В 45-м году, когда он приезжал на Ялтинскую конференцию, здесь он останавливался. Библиотека имени Сергея Вацинского. Вот мемориальная доска, которая говорит о том, что здесь Сталин останавливался в 45-м году. По пути в Левазию. И находились в заключении члены первого советского правительства в Крыму. Потом они были расстреляны. Недалеко от Алушту. Также здесь мемориальная доска, которая говорит о том, что здесь встретился будущий царь Николай II со своей будущей женой. Тоже в этом же доме. Эту дачу называли дача Голубка. И сейчас, наверное, называют дачу Голубка. Потому что она принадлежала генералу Голубу до революции. И вот в этом читальном зале товарищ Сталин останавливался. Видимо, может, чай пил здесь. По пути в Левазию в 45-м году. Сейчас здесь читальный зал. Старинный особняк. Вот она дача Голубка. Дача генерала Голубова в Алуште. Знаменитая. Благодаря тому, что здесь останавливались Николай II. Здесь томились в подвале этого дома члены первого советского правительства Крыма. И здесь останавливался товарищ Сталин на дневной отдых по пути в Левадию. Особняк в хорошем состоянии, старинный. Очень интересно там походить, подышать духом того времени. И представить, как здесь эти известные личности останавливались. Так, вот я иду все по улице Ленина. Там, где городской суд. Там, где библиотека бывшей дачи Голубка. И сейчас схожу в Краевический музей. Тоже здесь недалеко. Я уже здесь была. Ну так все позастроено, что даже и не найти, где этот музей. А можете вас прийти на выставку русского декоративного препарата? Угу. Да, была уже. Это из моей частной коллеги. Алуштинских партизан смотрела выставку. Про Алуштинских партизан. Очень-очень хорошая была у вас экспозиция. Можете сюда. Можете на третьем этаже у нас там. На третьем этаже у вас. Ведет. Вот тут до моря наконец-то дошла. В Алуште, так же как в Гурзуфе, пляжи идут вдоль набережной. А в Ялте такого нет. Вот у нас набережная только для прогулок. А здесь вдоль набережной пляжи. Вид тут, конечно, тоже красивый. Не хуже, чем в Ялте. Сейчас я погуляю по Алуште. Уже с набережной ушла. И пойду на троллейбус. Надо потихоньку в Ялту ехать. Ресторан Агоры. Это что, столько этажей? Один ресторан? Внизу ИРНКБ. Спасибо. Так. Вот иду я на троллейбусную станцию. Одно время после присоединения к России троллейбус почему-то не ходил от Алушты до Ялты. Сейчас посмотрю. Живые, шикарные кусты. Просто шикарные. Обалденные. Ну, не пахнут, правда, но красивые. Так, тут какой-то столовая какая-то. Или кафе. Красивое. Наверное, дорогое. Сейчас посмотрю. Вкусно.ру Вот прекрасное, прекрасное кафе. Называется вкусно.ру В Алуште. Ну, практически тут на набережной. Недалеко. Изумительное. Интерьер чудесный. Европейский. Очень-очень-очень-очень хорошая кафешка. Вкусно.ру. Валушки. Вот это блюдо. Рыба с овощами стоит 125 рублей. Но очень сытная и большая порция. Рыба с овощами стоит 125 рублей. Объедение. Все красиво, очень эстетично. И, ну, так нельзя сказать, что будет сильно дешево, но сейчас везде цены такие. Вот такая чудесная кафешка в Алуште. Вкусно.ру. Все, до следующего раза. Нет, не надо меня фотографировать. Спасибо. В следующий раз приеду сюда, приду кушать. Понравилось очень кафе. Чудесная. И главное, розы натуральные. Обалденные розы. Девочки, а это у вас платное, да? Сколько? Дорого, 100 рублей полчаса. Вот рекомендую. Это кафе. Чудесная девочка, чудесная. Вот я иду сейчас на троллейбусную станцию на Алушинскую. И вот справа видно в створе улицы вот этой. Старинная крепость Алуштон. То, что от нее осталось. Кинотеатр Шторм. Типично советские 50-х годов. Сталинская архитектура. Алушинская троллейбусная станция. Оригинальная архитектура. Очень мне нравится. Тоже советская. Сейчас я узнаю, как до Ялты доехать. Раньше очень часто ходили троллейбусы. Сейчас не знаю. А троллейбусы, оказывается, сейчас до Ялты не ездят. Ездили при Украине, а при России никому в Ялту не надо. Странно. Ну ладно, пойду пешком до автовокзала дойду. Ой, какой чудный уголок. Как пахнет. Это жимовая скаприфоль. Обалденно пахнет. И вот такой чудный уголок. Розы. Цветы. Прямо возле этой речки. Но не хуже, чем в Европе. Чудесно. Запах изумительный. Прямо возле этой речки.